Гудроша отлично видит и слышит, хотя на дне уха еще есть остатки гудрона. Тело пятилетнего самца здорово, родился в рубашке. О собаке из гудрона Барнаул узнал пару недель назад. Животное почти полностью ушло в яму с гудроном, когда его поскуливание услышали спасатели. Шерсть пса состригали несколько дней, все то время собака лежала под капельницей. Пес был слаб, поэтому принимал ласку от всех. Когда мы приезжали сюда в первый раз, гудрош мог погладить абсолютно любой человек. А сейчас он позволяет это сделать только во время прогулки, и то не всем. Гудроша все так же обожает прогулки. В эти моменты он увлечен миром и очень добр. Но во дворе приюта это уже не ласковый пес, а лидер и защитник территории. Сейчас мы будем заниматься с кинологом, чтобы хотя бы немножко его социализировать. Он не знает команды. В принципе, это небольшая проблема. То есть он не супер агрессивный на все подряд. Он достаточно понимающая собака. Но он уже, то есть у него есть характер, у него есть своя линия поведения. И он считает, что это нормально, что он главный. Люди это уже потом, как бы они уже по его степени иерархии, они стоят ниже. Поэтому это сейчас нужно будет все подкорректировать. На специальные занятия отдадут несколько месяцев. И лишь потом псу начнут искать хозяев. Им интересуются и сейчас, говорит Светлана, но в основном семьи с детьми. А пока это риск, уверена девушка. Она напоминает, что в приюте есть и другие питомцы. 26 собак и почти 400 кошек. И всем хочется в семью. Кстати, помочь приюту в покупке корма и лекарств для таких, как Гудроша, можно и сейчас. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.